Эти документы по праву считаются уникальными. Когда-то они принадлежали адмиралу флота Советского Союза Ивану Исакову. Прошли с ним всю Великую Отечественную войну. Около 15 лет они хранились в частной коллекции. Затем во временной экспозиции Самарского военно-исторического музея. Теперь эти вещи уедут в Армению. Если сравнить, кто Жуков для России, мы знаем, это национальный наш герой, маршал Победы, то можно сказать для Армении, вот он, такой же Жуков, как для России, для Армении, это Исаков, адмирал Исаков. В 1942 году Иван Исаков во время Туапсинской операции получил тяжелое ранение, после чего лишился одной ноги, но продолжил службу на флоте. Когда старый предложил ему должность высокую, он ему написал, я готов, но понимаете, я же без ноги, смогу ли я справляться. На что старый в своей манере ответил, да вас, говорит, начальник этого штаба, вообще без головы как-то же работал, так что вы справитесь. Коллекционер Дмитрий Хмелев вспоминает удивительную историю, когда вещи адмирала возились в поезде Победы. На станцию Чебаркуль, где стоял состав, внуки привезли 95-летнего ветерана. Оказалось, он был в команде, которая эвакуировала Исакова после ранения. Столь долгий путь ветеран проехал, чтобы увидеть документы адмирала. Жалко, очень жалко, потому что, конечно, все документы для нас ценные, которые у нас бывают экспозиции, но есть более высокие вещи. Я думаю, что для армянского народа эти документы представляют определенную сакральную сущность, потому что все-таки это герой огромного размера именно для армянского народа. И мы хотим, чтобы все это было таким актом дружественности, актом доброй воли для укрепления нашей дружбы, наших народов, чтобы мы помнили общий подвиг наших отцов и дедов. Сегодня документы из Самары отправятся в Москву, где уже 27 июля их передадут армянской стороне. К сожалению, у Ивана Исакова не было детей, но офицеры выразили надежду, что 9 мая следующего года найдутся люди, которые пройдут с его фотографией в бессмертном полку. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин.